Вот так, друзья, должно начинаться утро. У нас сегодня вообще мелочи там по работе. Сегодня мы идем, кстати, с вами, друзья, на UFC, на бои без правил. Потом, возможно, в какой-то сходим клубешник. У нас нам надо забрать вот этот большой трак, аирбрейк, который имеет. Это бокс-трак, 26 тысяч паундов. И все. Будем кататься на вот этой фигне. Здоровый такой. Он еще с форлифтом. Кстати, на мувинге я работал на таком и ездил с Сан-Франциск в Лос-Анджелес. Такой. Вот это аирбрейк. Так, надо, вообще, надо, чтобы он, посмотрите, накачал ли он воздух. Брейк аир. Давление есть, держит нормально. Большой дядька. Смотрите, как удобно и сколько места, чтобы ездить на такой машине. Ты так хорошо все видишь. Вот тормоза какие серьезные. Та-дам! Мы, друзья, сейчас погоним на Роллс-Ройсе. Как смотрите на это? Ага. R есть. Так, открыть. Открыли. Хе-хе-хе. Класс, класс. Кстати, все же 20 тысяч миль у него. Ух. Да, друзья, чтобы вы понимали, как бы нам скоро придется ездить только на таких машинах. Ну, ладно, ладно. Не всегда, но очень часто. Кстати, Роллс-Ройс очень тяжелый, но наваливает он. Ух. Сразу старт. Это мы еще не включали никакого, ни спорт режима, ничего. Видите, как сразу скорость, сколько миль. Ух. Выпрыгивает прям аж. Ну, что сказать по ощущениям. Так, вот ямка. Ну, гладенько, не бьет в спину, ничего. Просто проехали, ну, был звук. Я бы сказал бы, что немножко тонковат руль. Хотелось бы чуть-чуть потолще. Может быть, потому что это, конечно, тоже вопрос привычки. Управляется он так стабильно. Чувствуется, что это тяжелая машина. Мощная, притом. Ну, конечно, понимаешь, так. Знаешь, на ней едешь, и такой прямо... Классно, конечно, это чувство. Но мы, конечно, с Людчиком по этому поводу говорили. Типа, как ты чувствуешь, когда ты едешь? Но все же он владеет ей. Он говорит, ну, как-то так. Первый год, говорит, да, был. А сейчас уже как-то так. Кстати, она 2011 года. Опять же, 20 тысяч миль. И у этих машин очень важный аспект. Это как раз мильяж. То есть, ну, во всех машинах. Но чем, естественно, меньше миль, то же самое, что Ламбо, что Феррари, то, естественно, машина будет более дорогостоящей. Кстати, очень многие машины такие не опускаются в ценах. Точнее, может, и падение есть, но не такое значительное. Потому что количество вопущенных этих моделей, многих моделей вообще, редких или дорогих машин, каждым годом, по идее, уменьшается. Почему? Потому что кто-то наезжает в мильяж, кто-то разбивается. Из-за этого, естественно, вот у тебя и становится более эксклюзивная машина. Лет через 50 он будет очень даже довольно дорогой. Если сказать о том, поглядывают на вас люди, потому что, например, на мотоцикле очень часто такой ты проезжаешь и так видишь, что люди глазами тебя цепляют, смотрят на чем-то как-то. Даже по той же Южной Америке, когда ты ехал на своем мотоцикле, Honda Magnet, и понимал, что люди обращают внимание. Как, например, здесь, как-то Роуз-Ройс и Роуз-Ройс. Вот на Ламбу, на Феррари люди смотрят. Это мы уже пробовали в Майами. Ну, на Ламбе не катались, но, по крайней мере, я думаю, что аналогично, что и на Феррари. Так сказать что-то особенного в Роуз-Ройсе по езде в сравнении с другими машинами я не скажу. То есть, именно представить свои классы как Эско. Просто осознание того, что у тебя вроде В-12 и эта стоимость машины за 100 тысяч долларов, то, конечно, это гораздо приятнее. Хотелось ли мне бы? Мне нравится очень Роуз-Ройс двуковдверный. Я думаю, мы сможем их повозить. И мне, конечно, они нравятся по дизайну. То есть, Фантом, он прямо вау-вау-вау. Ну, именно дизайн. По практичности, ну, сложно сказать. Очень классная звукоизоляция. Прямо вот реально очень крутая. Сдвоенные окна. Соответственно, звук, плюс, опять же, вес, она очень стабильно идет. То есть, вот реально можно руль отпустить, она будет идти. Ей пофигу все. Нажимаешь. Вдавливает сразу в сидение. Все такое в классике. Знаете, технологии, входящие уже в сам Роуз-Ройс, они так все очень органично. Красиво, спидометр. Тут не хочется, знаете, вот, чтобы была панель полностью из жидкокристаллического экрана. А здесь именно хочется, чтобы был аналоговый спидометр, там, тахометр. И при этом очень интересные, знаете, вот эти элементы такие, как открыть-закрыть. То есть, кажется, вообще, я такое нигде не видел в никаких машинах. Кстати, вот эта стела спереди, она убирается. Если ты закрыта машина, она не спрятана, ты ее дотронешься, она спрячется. А также ты можешь за счет нажатия кнопки ее скрыть. Также у нас есть вариант, кнопочка закрывает экранчик, если вы не хотите его лицезреть. Здесь, ну, в принципе, как и здесь, он нам не очень нужен. Классический, обязательно, вовс-ройсковские часы. Очень удобно, кстати, расположен паркинг. Вот, как-то не здесь, да, а вот все же наверху. И это вот, ну, мне кажется, очень классное исполнение, потому что ты можешь раз нажать, как вот, ты глушишь и сразу, одновременно нажимаешь. А так, получается, ты здесь заглушил, потом здесь ищи паркинг или в некоторых машинах здесь, вот, как на Мерсе была вообще неудобная тема. Переключение передач джойстиком, ну, да. Но я думаю, что уже вполне можно было убрать полностью вот эту кнопку, а использовать кнопки, как вот, например, на Феррари, но, опять же, это 2011 года, чтобы именно нажатие, то есть включал паркинг, драйв и поехал. Клипс, переключения передач здесь нету. Здесь у нас есть вариант, но я так понимаю, что, наверное, здесь. А может даже и такого варианта нету, чтобы на лепестках ехать. Ну, это не та машина. Ну, и, конечно же, надо было бы интересно попробовать ее, как она сзади, потому что сидение очень удобное и комфортное. Но мне кажется, что вот эта модель, она больше как раз-таки заточена на того, чтобы ты управлял ей. О, кстати, в этой мойке я часто моюсь. У нее на конце педали также есть кикдаун. Это обычно свойственно европейским машинам. Мерседесу BMW. При нажатии в пол акселератор, то есть педаль газа, у тебя есть еще маленькое пространство, нажимаешь типа как кнопочку, и она на пониженную, бывает даже на две пониженные опускаются и разгоняют машину. Здесь такое присутствует. В новых моделях мне очень нравится, что просто есть нажатие кнопки паркинг, и ты включаешь, не надо перещелкивать рычажок. По задним сидениям комфортно, но не разделенные, да, элементы у нас, то есть нету между пассажиром, у тебя большой какой-нибудь торпеды, конечно, люк такой огроменный. Здесь насос, тут такой как стекло, класс, как ванны. Аппарат. Вот это особенно классная тема. Смотрите, как, насколько открывается дверь, и ты спокойно пролазишь и садишься. Еще удобная тема, что здесь есть такая небольшая ручка, чтобы лазить. Плюс, смотрите, какая панелька. Закрылась. Здесь у нас имеется... Ох, офигенно. Сидения ты можешь регулировать, любые варианты. Здесь, наверное, должно быть что-то еще, не? Подстаканники. Это тоже система такая, прикуриватель. Смотрите, как все четко, все аккуратненько. Ну, вот это система закрытия-перекрытия вентиляции. Да, еще двери закрываются от кнопки. Так, это свет. Где-то у нас дверь должна закрываться. Здесь? Нет? Нет? Ну, где-то, короче, нажимаешь на кнопку, и она закрывается. Дожимы. Класс. Еще суперское, смотрите, есть даже зеркало. А, вот оно. Черт, не работает? Или надо открыть? Да. Есть кнопочка. Далее мы тачилу большую. Теперь отправляемся дальше на движуху, да? Куда мы едем? Посмотрим сейчас. Куда-то едем. Поедем в салон на Боржине, друзья. И прокатимся на каких-нибудь других крутых тачках. Полетели, друзья. Роу-с-ройс может. Мы добрались с вами на крутые салоны. Вот вам Мэрс-лимузинчик. Вариант. Какой-то маленький он. По сравнению с Роу-с-ройсом. Посмотрим, что здесь есть, какие цены. Ну и, естественно, я вам расскажу, что и как. Что можно купить в Америке, если у тебя есть хорошая кредитная история. Мне вот очень нравится вот такие роу-с-ройси. Семнадцатый год. Купешечка. Вот она, конечно, такой у нее видик. А двери еще такие мощные. Сучка, все закрыто. Ну салон такой. Нравится. Вот дизайн Тесла такой прикольный. Ну и главное, что она может валить. Ну, кстати, сотая, это как раз на фуле максимальная вроде бы. Вот такая Феррарька. Ну, Ламбо смотрится покрасивее. Вот SLT, AMG. Ну, Мэрик. Мэрсик тоже такой прикольный. Ну, я уже его показывал. Где-то 170 кассаре. Ну, опять же, от комплектации зависит. Да, смотри, еще целый ряд. Вау. Блин, она такая вся прямо. Конечно, смотрится она шикарно. Такие сиденья, смотрите. Вот это тема. Вау, вау, вау. Смотрится она очень круто. Блин, мне так нравятся безрамочные. Охренеть. Охренеть, смотрите. Вот это крыша. Бомбически. Интересно. Забавно. Тут смотрите, как еще зеркальце появляется. Не надо, убрал. Все закрылось. И это как аэрбэк здесь. Сема. На кнопочке, смотрите, двигаются сразу два сидения. Это для того, чтобы сзади человек мог сесть. Смотрите, как она убирается. Тут прямо целый пол двигается. Какое укрепление сиденья. Не, ну реально все такое космическое прямо. Возвращается очень довольно все быстро. Так, закрывайся. Ага, не в ту сторону. И еще и здесь. Афигенно. Ну, это машина, да? Ты можешь ездить в сутки. Ты не плачешь за газ. Но ты плачешь за электричество. Да. Они ездят за тебя. Да? Ты можешь? Да, ты можешь. Да, да, я могу. Потому что они используют этот лейдар. Так, что он сбросит от земли. Например, на BMW, ты не можешь, потому что он сзади линии. Но это сбросит от земли. Это сбросит от земли. Короче, он говорит, типа про автопилот. Чувак сам развлекается. Ему самому нравится разгоняться, тормозить на этой тачке. Но сейчас в спорт режиме, она наваливает прямо. Это мой первый раз двигаясь на Ludacris Speed. Он говорит, что он продал другую тачку. И она не так ехала, как эта. А на этой он первый раз едет. И ему, конечно, он говорит, сам в восторге. Это был автопилот. И лейн. И антон. Открыто ты просто нажимаешь на тормоз, и дверь сама закрывается. Вот это технологии 21 века, друзья. Ну, это окно или лобовое стекло, это просто что-то нереальное. Ну что, ты поднастроился? Уже удобно тебе? Ну что? Втягивает? Как ощущения? Ништяк. Я скажу, что здесь немножко тесновато. Вот ты когда сидишь, она у тебя, где жака нету. И вот не хватает вот именно здесь, чтобы было какого-нибудь... Чего-нибудь, чтобы держать. И вот очень близко находишься к этой двери. Но вот так она, конечно, нереально крутая. Очень круто здесь сделано. Мне очень нравится, я бы себе хотел так у меня есть. Она дорогая, но я хотел... Такая стоит машина 100 тысяч или 110 тысяч долларов. У нее 4 тысячи миллионов, кстати. Это зона зоны любви. Получнее отменили. Ну как? Ништяк, она на хайдарине хорошо идет. А сравнивать с Роусом, как по тяжести, как ты считаешь? Она хорошо дорогу держит? Надо, чтобы он режим комфорт переключил. Посмотреть, как будет подвеска тебе работать. Класс. Все через кнопочку закрывается, открывается. Класс. Вот эта тема. Но впереди у Тесла, друзья, есть вот такой багажник. Как у Порше. Так, а как закрыть? Маленькие. Ну все равно. Даже чемодан не влезет. Все же. Что-то можно положить. Мясо влезет. Да, бутылка. Да, с умерла я был. Говорит чувак, что она скорее всего быстрее, чем лаба. А теперь все закрыл. Провентилировал. Охренеть. Короче, если ты будешь идти к машине, она должна открыть, по идее, дверь. Окей, спасибо, сэр. Спасибо, спасибо, пока-пока. Нет, не хочет. Так не получилось. Ну, дверь она все равно открывает. Но Вантадор подороже, правильно? Вантадор. Сколько он стоит? А что они такое пишут? You spend 10 тысяч долларов. Это что значит? 416? Да, с филыканами, да. You spend 10, может, я на филыканском, ну, на 10 тысяч больше будешь платить за бензин, чем обычная машина. А, то есть ты переплатишь? А есть по клиентам, да, чтобы, типа, бензин и такого дорогой здесь. Я намного не хаваю. Ну, Вантадор подешевше будет. Зеленый салон, но он зато кабриолетом. Друзья, у нас Макларен. 675 ЛТ. Да, сзади, конечно, она смотрится такая. Вау, вау, вау. Тут смотрится, конечно, это тоже. Интересно, пофиг, что дождь, если будет попадать. Получается, ну, крейс, не пусть льет на мотор. Блин, ну, это 400 тысяч долларов. Ну, салон, салон, конечно, очень красиво смотрится. Очень шикарный цвет. Прямо вот реально нереальный цвет. Да. Ну, садиться в ней в пух. Так неудобно. Пространство, конечно, здесь... Смотрите, какой дизайн шикарный. Экранчик. Вау. Ну, качество, качество многих деталей. Блин, насколько круто сделано. Телевизор какой. Охренеть. Бардачок маленький. Здесь у нас ничего, только диски. Охренеть. Попросили не газовать. Охренеть. Блин, ну, смотрите, какой классный кранчик. Блин, ну, какой-то. Прикольно. Это у нас поворотники кнопочкой. У нас есть глипсы, переключение передач. Так, что тут есть варианты переключения? Есть режимы, спорт. Ох, сразу звук слышит поменялся. Переключил глушитель на спорт режим. Прям... Ух, а это что-то такое для того, чтобы видно очень хорошо лететь. Карсер Артс. Стандарт. Страна-то самый слабенький, да? Самый это. Стандарт самый слабенький. 4467 миль. И, друзья, сколько она стоит? 215, сколько? Поддувы. Да. Да, для бардачка даже не нашлось места здесь, только если положить телефон на зарядку. Ламбо понравилось. В итоге он смотрит теперь уже и получше вариант. Здесь, да, здесь намного больше нет. Так, а здесь сцепление уже? Или что это такое? Смотри. Нет, это просто троп-гид. Такой, типа, вид. Вы хотите положить руки на рейк? Делать? Держите немного. Я так еще покажу вам тюнингованную в Калифорнию. С такими крутыми дисками, карбоновые, наверное. Лишь чего это там диски, но тормозные очень классно смотрятся. Друзья, переоделись. Идем веселиться. Ничего себе ты отодвинул. Ладно, я пойду туда. Тусите, тут, ребята, у нас машина без крыши. Внутри, а дальше не работает. С спойлером. Я сейчас буду останавливаться, наверное. Вот это, я понимаю, спойлер, да? А мы едем, друзья, на UFC. Большой такой стадиончик, да? Какой-то спортивный комплекс. И прямо небоскребчик. Кстати, мы там были. Если хотите это увидеть, в прошлых есть мои видео. Кстати, был разговор о том, что полетать можно на Чикаго на вертолете. Даже с открытыми дверью. Чуваки зазывают на парковку. Кстати, парковка стоит 25 долларов. Чтобы вы понимали, друзья. Молодец, нега работает, да? Мы зашли уже. Сейчас что-то тут поменяется. UFC какой-то, главное будет фото. Здесь много разных людей. Туса, вежуха. И посмотрим, чем это закончится. Ни хрена себе. Вот это объем. Вот это монументальность. Надо попытаться пробиться все же ниже. Сейчас там можно слышать, как люди такие кричат. Типа не нравится им бой. Странные люди. Зачем они это делают? Пошли бы сами подрались бы. А то только выделывают его. Слышите? Слышите? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Юрка, давай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 1, 2, 3, let's go! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА